Жизнь в Евросоюзе из-за пандемии по-прежнему нарушена, но постепенно она возвращается в нормальное русло. На этой неделе вновь поднялись в небо самолёты брюссельских авиалиний и других авиакомпаний по всему континенту. После трёхмесячного перерыва пассажиры снова на борту. И хотя воздушные перевозки являются ключевой частью европейской экономики, она в целом переживает самый большой спад за почти столетия. Политический редактор Еврониус Даррен Макафри передаёт из Брюсселя. Баннер о коронавирусе исчез со стены Еврокомиссии. Его место занимает обещание создать ЕС следующего поколения. На этот амбициозный план предполагается одолжить на рынках капитала 750 миллиардов евро, а также использовать бюджет Евросоюза на следующие семь лет. Четыре самые мощные державы – Германия, Франция, Италия и Испания – предлагают выделять помощь наиболее пострадавшим в виде грантов. Против выступают так называемые бережливые страны. Выдавать нуждающимся займы, которые нужно будет возвращать, предлагают Нидерланды, Дания, Австрия и Швеция. «Соотношение сторонников грантов и займов не в нашу пользу, признаёт австрийский евродепутат Анжелика Винцек. Мы также хотим, чтобы условием были инвестиции в реформы. Как я объясню австрийскому предпринимателю, что его испанский коллега получит больше денег в виде грантов. Австрий сможет ничего не получить, хотя оба они в одинаковой ситуации». «Я ненавижу занимать деньги. Так не обеспечишь устойчивости и интересы следующего поколения. Но покажите мне альтернативу», сказал депутат из Германии Манфред Вебер. «По всей Европе, в том числе в Нидерландах и Австрии, сейчас создаётся долг. Страны обращаются в банки и занимают деньги. Все так делают, потому что это единственный шанс стабилизировать экономику, создать перспективу, чтобы молодое поколение не рисковало потерей десятилетия для европейской экономики и для Европейского Союза в целом». Бельгийский законодатель считает нынешний кризис экзистенциальным. «Это вопрос выживания для Европейского Союза», сказал Филипп Ламбертс. «Считают ли голландцы, что их процветание в одиночку обеспечат Нидерланды?» «Нет, потому что большая часть нидерландского бизнеса нуждается в европейском рынке. Без европейского рынка нет голландской экономики». Мало кто ожидает, что на видеоконференции в пятницу главы государства и правительств Евросоюза преодолеют этот раскол и договорятся о финансировании восстановления. Возможно, их переговоры протянутся до осени. Но чтобы экономика снова поднялась, лидеры должны найти компромисс и быстро.